Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Баку может оставить Москву на съедение Армении. Пора стратегического решения для Еревана. Главарь Абширонского режима заявил, что Баку получил возможность покупать оружие в США, поскольку Карабахский конфликт уже решен. И президент Байден может постоянно продлевать решение об обходе 907-й поправки. Решение Байдена обусловлено тем, что в бытность Пашиняна суверенная Армения исчезла с глобуса, а вакуум должен быть чем-то заполнен. Закупки оружия – это не только многомиллиардное предложение Соединенным Штатам. Баку спешит с демаркацией границ Армении, что позволит легитимизировать трехстороннее заявление 9 ноября 2020 года в качестве урегулирования и закрыть арцахский вопрос. Вооруженное вторжение на территорию Армении последовало после истеричного выступления Алиева в Нахидживане, в котором он жаловался русским на замедление процесса и звучащие в Армении реваншистские призывы. Москва поспешила дать Баку гарантии о неприменении Армении военного компонента и решении вопроса границ. На днях был опубликован проект заявления о создании комиссии по делимитации, после чего Баку еще более ужесточил военные провокации. Таким образом, предложение купить оружие США, с одной стороны, выглядит как попытка умаслить США и Запад, которые подтвердили жесткую позицию по политическому урегулированию Карабахского конфликта, ничтожности трехстороннего заявления как урегулирования и поддержки суверенитета и территориальной целостности Армении, а также потребовали немедленно вернуть пленных. Это с одной стороны, а с другой стороны, Баку получает возможность выбраться из роли прокси орудия Москвы, особенно после последних событий, когда Россия предстала в Армении в откровенно враждебной роли. Иными словами, в Армении, как и в Сирии, президент Путин загоняет себя в ловушку. Задача в том, чтобы дополнить турецкую ловушку армянской. Альтернативой такого трудного решения может быть тотальное лишение народа последнего осколка родины. Сейчас сложилась ситуация, при которой Баку может пойти дальше и просто не выполнять директивы Москвы, оставив ту лицом к лицу с Арменией. Это, конечно, сложная схема, но, учитывая геополитические тренды, вполне вероятная. К такому решению подталкивает Баку опыт Турции в отношениях с Россией. Ереван мог бы только приветствовать такой разворот в позиции Баку, но это уже дело другого, профессионального, технократического правительства Республики Армения. Первоочередными должны быть вопросы деоккупации и окончательного статуса Арцаха. Анна Нагдалян. Демаркация границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должна быть частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого под эгидой Минской группы ОБСЕ должны решаться вопросы деоккупации территории Республики Арцах и окончательного правового статуса Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян. Вопрос. Уже более недели как азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Представьте, пожалуйста, позицию МИДа по этой ситуации. Ответ. Выдвигание условий путем применения силы или угрозы силой является грубым нарушением международного права. Армения не подастся такому давлению. Армения также отвергает введение повестки дня о так называемых спорных территориях, которая может создать опасный прецедент для оправдания применения силы и в других регионах. Не выполнив свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, в частности, по вопросу возвращения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц и по другим гуманитарным вопросам. Азербайджан подтвердил свое намеренное нарушение международных обязательств. Процессы делимитации и последующей демаркации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должны стать частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, в рамках которого под эгидой сопредседательства Минской группы ОСЕ в первую очередь должны быть адресованы вопросы деоккупации территории Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха. В этой ситуации немедленный и безоговорочный вывод азербайджанских вооруженных сил села Суверенной территории Республики Армения на исходные по состоянию на 11 мая. Позиция может создать необходимые условия для рассмотрения вопросов, возникающих в рамках политического и дипломатического инструментария. Вопрос. Как вы оцениваете реакцию международного сообщества на эту ситуацию? Ответ. Наши международные партнеры, выступающие с позиций международного права и искренне заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе, недвусмысленно выразили свою позицию, что Азербайджан незамедлительно и безоговорочно должен отвезти свои войска села суверенной территории Армении. Шанс переломить ситуацию. Двухсотлетние мифы развенчаны. Речь Никола Пашиняна в парламенте стала доказательством того, что он действует под давлением тандема Путин-Алиев. Об этом говорят абсурдные обоснования и почти откровенные признания. Важнейшей задачей является открытие для нашего народа эпохи развития. Именно так было озаглавлено его выступление, размещенное на официальном сайте. И это квинтэссенция. Вопрос не в том, как должна развиваться лишенная коммуникации и суверенитета Армения, что предполагается трехсторонними заявлениями. Вопрос в том, что Пашинян продемонстрировал готовность подписать все, что ему подсунут. Подвергается ли Пашинян личному или иного характера шантажу, делает ли он это по убеждению, не суть важно с точки зрения итогового результата. А итогом является расширенная имплементация плана Лаврова в Армении, расчленение территории Армении коридорами и лишение суверенитета. Новое трехстороннее заявление, решающее звено этого плана, которым должен быть легитимизирован русско-турецкий сговор, в том числе по вопросу закрытия арцахской темы. Поспешность Москвы и Баку обусловлена тем, что основные мировые акторы США, Евросоюз, Иран, Индия, Великобритания не признают российско-турецкие соглашения и выдвигают вопросы о суверенитете, целостности Армении и политическом урегулировании арцахского конфликта, в том числе вопроса статуса. Москва наращивает давление на Армению. Стоит отметить, что проект трехстороннего заявления был опубликован после того, как во время визита в Баку Лавров дал гарантии неприменения Армении силы. Политические силы Армении довольно адекватно оценили ситуацию и заявили, что документ неприемлем. Речь в первую очередь о силах, традиционно работающих в российском пространстве, которые оказались в довольно двусмысленной ситуации. Ситуация настолько откровенная, что уже невозможно называть трехстороннее соглашение предательством и принимать его, как это было после 9 ноября, присягая в верности России. В конце концов, эти документы предлагает Россия и подписывает их, и если бы они не исходили из ее планов, то она не предвигала бы эти документы. Это, конечно, то, что на поверхности, а сама проблема гораздо глубже, на кону же гораздо больше, чем можно не замечать. На кону также вопрос прямой ответственности политического класса. Заявления, отвергающие документ, это уже шаг, но половинчатый. Звучавшие вчера справедливые утверждения о том, что подписанный под принуждением документ не может быть легитимным и антиконституционен, не должны оставаться на уровне отдельных отвержений. Трехстороннее заявление – это компоненты одного плана и взаимосвязаны, отвергать их нужно пакетно. Политические силы должны иметь по этому вопросу единый подход и закрепить его в виде заявления. Сопротивление должно быть системным и с четкими акцентами и требованиями. Общество готово к этому, благоприятный международный фон очевиден. Он не будет бесконечным, если не будет инициативы со стороны Армении. Нет никаких причин и оправданий, это должны понимать все. 200-летние мифы развенчаны.